Вчера в Екатеринбурге и в информпространстве с ним связанном образовалась картина как бы похищения молодого человека чуть ли не с порога его дома на Уралмаше. Мать 23-летнего студента РГППУ Романа Щербинина написала, что в 8 утра он вышел во двор дома 37 по улице Индустрии, чтобы завести свою девятку, а позже должна была спуститься его сожительница с дочерью, которых он намеревался развести, кого в садик, кого на работу. Но они, спустившись, обнаружили лишь открытую, так и незаведенную машину, а Романа нигде нет, и телефон его отключен. Когда к поискам подключились друзья-знакомые, они догадались обратиться в ближний садик в надежде на его камеру наблюдения и действительно увидели, как еще в 6.15 во двор заехала «Лада-десятка», и вышедший из нее мужчина спустил у авто Романа правое переднее колесо. Дождавшись клиента в 8 утра, когда он подошел к машине, один из приехавших указал ему на колесо, а когда тот присел, явились еще двое. И вот тут один из приятелей Романа пишет, что на записи, дескать, видно, как кто-то из этих троих что-то показал ему, достав из кармана. В принципе, с этого момента и надо было бы прекращать уже раздув за похищение. Похитители обычно не предъявляют удостоверения. Дальше, говорят, около полудня на некоторое время его телефон засветился в сети. Оказалось, что в Тюмени, в районе следственного комитета. Однако звонки туда и в полицию, что в Тюмень, что в Екатеринбург, оказались бесполезны. Нигде, говорят, такого не принимали. Мать Романа подала заявление о пропаже человека и, в конце концов, ситуацию прояснил официальный представитель ГУМВД по Свердловщине Валерий Горелых. Цитата. «Хочу успокоить родных и знакомых молодого человека. Речь в данном случае не идет ни о каком похищении. По крайней мере, в этом меня заверило руководство подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области. Его задержали сотрудники полиции города Тюмени в связи с необходимостью проверки на причастность к серьезному преступлению. Мужчина нужен для участия в следственных действиях в интересах отдела полиции номер 7 УМВД Тюмени. Органы внутренних дел Свердловской области к данному оперативному мероприятию отношения не имеют». Конец цитаты, но не конец надежд родных на то, что непохищенный студент-педагог окажется в итоге к упомянутому серьезному преступлению не причастен. Конец цитаты, но не конец цитаты, но конец цитаты, но и конец цитаты. Конец цитаты, но и главный, «Еван»!